Мне предложили выбрать какую-то тему, и мы читали с преданными Махачкале, начали читать 11 главу 7-й песни Шимадбхагаватам, которая называется «Идеальное общество. Четыре сословия». В 6-й песни Шимадбхагаватам утверждается превосходство чистого пренного служения над нечистым пренным служением. И кульминацией самого начала начинается история Джамилы, когда Джамила, благодаря общению с вишнудутами, полностью предался и достиг совершенства, вернулся назад к Богу. В то же самое время показывается пример Дакши, который был нечистым, преданным. В результате он получил даршин Господа, Господь даже дал ему благословения, но потом он оскорбил на Радумуне очередной раз, совершил оскорбление. В общем, был по-прежнему в обусловленном своих проблемах, не смог достичь успеха в жизни. То есть оставался в материном мире. То есть чистые преданные, которые идут путем чистой преданности, возвращаются назад к Кришне. Но нечистые преданные вынуждены вновь рождаться здесь, в этом мире. История про демона в Ритрасуру. Это, пожалуй, самая такая центральная история 6-й песни Бхагаватам. Ритрасура был чистым преданным, хотя и был в демоническом теле. Тогда как Индра, будучи в теле царя-невест, полубога, он был нечистым преданным. И в диалоге между Ритрасурой и Индрой очень наглядно выходит, показывается превосходство. Чистая преданность, она нечистая. И Бхагаватам отправляется назад к Богу, а Индра вынужден оставаться в этом мире. Более того, пытаться очиститься, спасаясь от различных... Там старуха его преследовала, чахоточная старуха. И он, в конце концов, вынужден был сидеть под водой. И так начали очищаться по-своему. И при помощи каких-то материальных способов. Таким образом, Господь проявляет милость и к тем, и к другим, и к чистым, и к нечистым преданным. Но чистый преданный возвращается назад к Богу, но нечистым приходится очищаться, проходя через различные сложности, испытания в этом мире. Здесь в седьмой песне описывается, как эта чистая преданность может достичь. Есть два способа. Есть прямой метод и есть постепенный. Прямой метод описывался в первой половине седьмой песни Бхагаватам. История Прохлада Махараджа и Хирани Кашипуа. Прохлада Махараджа листворяет собой человека, который идет прямым путем. То есть он родился в демоническом обществе. Его отец был демоном. Строго было запрещено даже повторять святые имена. Но Прохлада Махарадж, получив наставление от своего гуру, сосредоточившись на них, преодолел все эти сложности. И в конце концов, господ Махараджа явился, защитил его. И таким образом он практиковал процесс прямого премного служения в неблагоприятной обстановке. Есть также постепенный метод, когда само общество так устроено, чтобы способствовать тому, чтобы люди постепенно приходили и достигали совершенства жизни. И вот в второй половине седьмой песни Бхагаватам описывает постепенный путь, описывая общество варнашами, то есть как может быть устроено человеческое общество, которое будет способствовать развитию бхакти и, в конце концов, достижению человека совершенства жизни. И что ценно, то есть этот вопрос, эту тему, выслушав вот эту историю про Прохладу Махараджа, Ютиштира очень воодушевился. Махарадж Ютиштира слушает эту историю от Нарады Муни. И он спрашивает дальше на Нарады Муни, пожалуйста, расскажи мне, как должно быть устроено человеческое общество. Махарадж Ютиштира является чистым преданным Господа, вечным спутником Кришны. Но здесь, в этом мире, он должен играть роль царя, и, конечно, как настоящий преданный, то есть он думает, как я должным образом должен исполнять так обязанности, чтобы все мои подданные могли достичь совершенства жизни, то есть могли достичь чистой преданности и вернуться назад к Богу. Поэтому он спрашивает, «Мой господин, я хотел бы услышать от тебя о религиозных принципах, следуя которым человек может достичь высшей цели жизни, преданного служения Господу. Поведай мне, пожалуйста, об общих обязанностях людей, а также о системе сословий и духовных укладов, именуемых Варнашем Адхармой». Дальше он прославляет Нарадамуни, говоря о том, что лучше него никто не сможет это рассказать, поскольку он лучший из всех преданных, и ему открыты все тайны, сокровенные тайны жизни, и никто другой не сможет лучше это описать. То есть в чем же все-таки общие обязанности людей в системе укладов, именуемых Варнашем Адхармой, и каким религиозным принципам они должны следовать, чтобы достичь совершенства жизни. Вот, Нарадамуни, выразив почтение Господу Кришне, хранителю Адхармы всех живых существ, начинает излагать принципы вечной религии. Это очень интересно. Причем он начинает описывать их так, как ему рассказал сам Господь Нарайана. То есть это непосредственное то, что Господь, как Он объяснил, как должно быть устроено общество. Почему для нас это важно? Потому что мы тоже часть общества, мы живем в обществе, и семья также является ячейкой общества. То есть, по сути дела, принципы, которые здесь формулируются, они применимы как для семьи, так и для коллектива, так и для общества. И первый основополагающий принцип, о котором говорит Нарадамуни, он говорит, что верховное существо, личность Бога — это суть ведического знания, корень всех заповедей религии, и тот, о ком всегда помнят великие учителя. То есть первое, что он устанавливает, это то, что Кришна — это центр всего. Все великие учителя медитируют на Него, то есть помнят о Нем. Он — суть всех заповедей религии. То есть это центр, как некая основа для здорового устройства общества или семьи. То есть семья или общество должно устанавливаться с этого. То есть Кришна должен быть поставлен в центр. Например, когда преданные создают семью, то они сразу должны подумать, «А где у нас будет Кришна? Где Он будет стоять в доме?» То есть нужно лучшее место выделить, установить. То есть нужно продумать, как будет у нас происходить служение Господу. Это важный принцип. То есть если принцип поклонения Господу не установлен в человеческом обществе, то люди начинают постепенно забывать вообще о Боге. и тогда, если нет этого объединяющего центра, как бы центрообразующего, или как обществообразующего центра не существует, то тогда каждый пытается себя поставить в центрообразующее положение. И в результате то, что происходит, то есть начинается сражение между людьми. Это может быть в семье происходить. Муж может пытаться себя сделать центром, жена пытается себя сделать центром. Ну и, соответственно, начинаются скандалы, и дистанцирование, и разводы обычно к этому приводят. Что касается человеческого общества в целом, то люди начинают делиться на какие-то группы, сражаться друг с другом. И, соответственно, это приводит к постепенному распаду. Все на более мелкие фракции людей. И, в конце концов, люди становятся одиночками, то есть сражающимися за свое счастье. Вот поэтому первый главный принцип, который в обществе устанавливается, это принцип богоцентричного общества, в котором Кришна является источником или центром жизни человеческого общества. И все, что есть в обществе, подчинено как бы этому центру. То есть наука существует для того, чтобы познать Господа, то есть и как-то служить Ему лучше. Культура вся построена вокруг него. Поэзия прославляет его. Писатели могут писать, описывать, да, какие-то о Господе, что-то писать. Даже Шила Пропадов описывает в знаменитом 22-м стихе 5-й главы первой песни Бхагавы, что даже балетрисы должны танцевать для удовлетворения Господа. Балетрисы, поэты, не знаю, там, ученые, это все. Должно быть, как уже следствием этого. То есть оно является продолжением вот этой Харикиртаны, по сути дела. То есть прославление Господа. Вот это приводит к удивительному результату. То есть Нарадамуни говорит следующее. Вот Сарид Ястира, этот принцип религии должен считаться истиной. Любой, кто в своей жизни опирается на этот принцип, будет всегда удовлетворен. «Ибо это приносит удовлетворение душе, уму и даже телу». То есть вот так формируется. То есть человек внутри начинает чувствовать духовное удовлетворение, когда он живет таким образом, в Кришной центре. Соответственно, его ум тоже, его психика становится радостной, здоровой. и это, естественно, отражается, психосоматика отражается на физическом, даже теле. Поэтому тело тоже чувствует себя хорошо. Если же этот принцип нарушается, то духовная недовлетворенность приводит к тому, что ум становится очень беспокоен, ум начинает искать, где я найду еще счастье, там, там, в этом, в том. В третьем, четвертом. Чувство начинает раздирать человека. Соответственно, он попадает в какие-то сложности, потому что невозможно удовлетворить чувства. Всегда какие-то препятствия возникают. Возникают психические расстройства. Это отражается на физическом состоянии человека. Люди заболевают. В общем, и вся жизнь разрушается человека. Это то, что мы видим в современном мире. Вот так сейчас и происходит с людьми. И люди приходят уже с физическими, с психическими болезнями. И, в конце концов, с душевной болезнью. Вот, поэтому здоровое человеческое общество строится вокруг этого принципа. Здоровая семья также строится вокруг этого. То есть, если есть этот объединяющий принцип, и все члены общества считают себя слугами верховного существа, или Кришны, и их жизнь посвящена тому, чтобы удовлетворить его, то, соответственно, возникает гармония между душами. То есть, они начинают видеть друг друга не конкурентами за положение центра, а сотрудниками для удовлетворения общего, целого. То есть, муж с женой сотрудничают прекрасно. Я сегодня наблюдал, как двораконат, парабу с супругой служили божествам. То есть, это такой замечательный пример. То есть, как сотрудничество, вместе каждый делает что-то, вместе для Господа создают, служат, удовлетворяют его. Вот, и это удовлетворение приносит удовлетворение душе, и возникает гармония, и, ну, на уровне психологическом, то есть, предный чувствует, ум удовлетворяется тоже, наполнен радостью. И, в конце концов, на физическом уровне люди тоже начинают чувствовать, ну, более, скажем, в материальном мире невозможно полностью от физических проблем освободиться, потому что тело будет разрушаться. Но это может свести к минимуму. И если же полностью духовная атмосфера проявляется в обществе, вплоть до того, что люди вообще могут не болеть. И примером этого является царство Господа Рамачандры. То есть, когда Господь Рамачандра правил это миром, все подданные, вообще не было болезни, люди даже не старели. То есть, не было старости, болезни, смерти. И потом, когда Господь Рамачандр ушел, все просто ушли вместе с ним, и все, закончилось. Ну, как, потом населились другими живыми существами, но преданными вот так вернулись назад Богу все вместе. Но был очень удивительный пример, что даже не болели. И такое же происходило и при каких-то благочестивых правителях. То есть, есть эта история, когда Браман один пришел, по-моему, к Тиштири, да, и возмутился. Почему мой сын умер? То есть, такого не было. Это нонсенс был, что ребенок умирает раньше родителей. Это означает, что цари что-то неправильно делают. То есть, в то время это было исключением, каким-то, ну, чем-то невероятным. Сейчас это сплошь и рядом. Сейчас это норма жизни уже, да, то есть, когда вот это все происходит. Какие-то нарушения гармонии. Но раньше, то есть, когда правит благочестивый правитель, то есть, соответственно, есть этот богостеричный принцип. И, в конце концов, да, произникает гармония. И царь следит просто, чтобы все было правильно, чтобы никто не нарушал этих основополагающих принципов культуры. Вот. То есть, вот с чего начинает Нарадамуни описывать здоровое общество. Это то, что поклонение Господу является главным, центральным принципом общества. Все остальное строится вокруг этого принципа. И тогда, собственно, возникает гармоничная семья, гармоничное общество, гармоничный коллектив. То есть, все проявляется здоровое общество. Если же этого принципа, он как-то слабо проявлен или считается чем-то таким неважным вообще или полностью отсутствует, то тогда, соответственно, кто-то другой будет пытаться занять это место. Вот. А это всегда конкуренция, всегда кто-то будет завидовать. В общем, постоянная борьба, раздоры. Дальше, собственно, Нарадамуни, стих, который я хочу сегодня прочитать, вернее, 4 стиха. Это с 8 по 12 стихи этой 7-й песни Матбхагаватам, 11 глава, где описывается 30 качеств добродетельных людей или людей здорового общества. 30 качеств. Для того, чтобы люди могли вот так жить, нужно воспитывать на них 30 качеств. тогда, соответственно, естественным образом люди будут иметь правильное настроение и, соответственно, общество будет правильно функционировать. Это для нас тоже важно, потому что мы тоже являемся частью общества и, соответственно, преданные должны применять эти принципы в своей жизни, развивать соответствующие качества. Так, давайте я прочитаю санскрит и, наверное, перевод сразу, потому что здесь 4 стиха очень большой. Один стих, наверное, прочитаю. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Нарам Чива Народ Тамам Девим Сарасватим Вьясам Татуджая Мудираед Нашта Прайеша Бхадришу Дитья Бхагавата Себая Бхагавати Ютта Машлуке Бхактир Бхавати Наштики Итак, седьмая песня, одиннадцатая глава, тексты с восьмого по двенадцатый. Сатяндая тапах шаучам Титикшек ша шамодамах Ахимса брахмачарьям ча Ягах свад тяя аджавам Сантошах самадрик сэва Гри грамь ехо парамах шанайх Нренам випарие хекша Малнам атма вимаршанам Анадея дех самвидхо бхаго Бутебьяш чаятхархатах Тешв атма девата будхих Сатарам ришу пандава Шраванам киртанам часья Смаранам махатам гатех Севеджья ванатир дасьям Сакьям атма самарпанам Нренам аям паро дхармах Сарвишам самудах ритах Тримша лакша нават раджан Сарват ма е на тушь я тим Так давайте послонный перевод Тоже прочитаем Сатьям правдивость Не отступать от истины И не искать и не искажать ее Дая милосердие Стремление помочь всем страждущим Стремление помочь всем страждущим Тапага Аскетизм В частности соблюдение поста Хотя бы два раза в месяц В дни Икадыши Частота Для поддержания которой Надо не реже чем Чем два раза в день Утром и вечером Совершать полное мовение И регулярно повторять Святое имя Бога Титикшва Титикша Терпение То есть это означает Стойко переносить смену Времен года И всевозможные неудобства Икша Умение отличать хорошего от плохого Шамах Владение умом Не позволять ему думать О чем попало Дамах Владение чувствами Не позволять чувствам заниматься чем угодно Ахимса Отказ от насилия Не подвергать ни одно живое существо Тройственным страданиям Брамачарьям Воздержание Отказ от неправильного расходования Своего семени Мужчина не должен вступать в половые отношения Ни с кем Кроме своей жены А также заниматься сексом с женой Когда это запрещено Например, во время менструального периода Ча И Ягах Отказ от собственности Раздавать в качестве пожертвования По крайней мере Половину своих доходов Чтение трансценентной литературы Бхагавадгиты Симадбхагаватам Рамаяны Махабхараты Там что-то А, свои мероприятия? Ладно Не нужно, ничего Аржавам Простота Свобода от двуличия Сантошах Удовлетворенность тем, что можно получить без чрезмерных усилий Самадриксеева Служение святым Которые не проводят различия между живыми существами Поскольку видят в каждом из них духовную душу Отказ от ложной благотворительности Шанайх Постепенно Нринам Людей Випарья я ига Ненужных занятий Икша Обсуждение Маунам Серьезность и молчаливость Атма Себя Вимаршанам Исследование Кто я, тело или душа? Аннаадьяхадеге Еды, питья и прочего Самви пхагах Справедливое распределение Пхутебьях Живым существам Ча Также Ядха ардхатах В соответствии с их положением Тешу В них Во всех живых существах Атмадевата будхих Считающий их душами или полубогами Сутарам Предварительно Нришу Среди людей Пандава О Махараджи Тистира Шраванам Слушание Киртанам Воспевание Ча Так же Асья Его Господа Смаранам Пометование Его Слов и Деяний Махатам Великих Святых Гатех Того, кто является прибежищем Сева Служение Яджья Поклонение Аванатихи Почитание Дасьян Служение Сакьям Дружба Атмасамарпанам Полное вручение себя Нринам Людей Аян Это Парах Высочайший Дхармах Принцип религии Сарвешан Всех Самудахритах Подробно описанное Тримшат Тримшат Локшанаван Тримшат Локшанаван Имеющая Тридцать признаков Раджан О Царь Царва Атма Верховный Господь Свердуша Всех Существ Верховный Господь Свердуша Всех Существ Ена Который Тушь Яти Удовлетворяется Перевод стиха И комментарий Его Божественной Милости Абхайча Ранравинды Бхактивиданте С вами Шива Павпады Каждый человек Должен быть правдивым Милосердным И аскетичным Соблюдая пост В определенные дни Месяца Каждый должен Соблюдать полное Мовень Каждый должен совершать Полное омовение Два раза в день Стойко переносить Невзгоды Уметь отличать Хорошего от дурного Владеть своим умом Владеть чувствами Не причинять Никому страданий Хранить целомудрие Делать пожертвования Читать священные писания Быть прямодушным И удовлетворенным Служить святым Постепенно отказываться От ненужных занятий Осознавать Бессмысленность Многих видов Человеческой деятельности Быть молчаливым И серьезным Избегать Избегая пустых разговоров Изучать самого себя Кто я, тело или душа Раздавать пищу Всем И людям И животным В соответствии с их потребностями Читать каждую душу Особенно если она воплощена В человеческом теле Частицей Верховного Господа Слушать о деяниях И наставлениях Верховной Личности Бога Того, кто является Прибежищем святых Прославлять эти деяния И наставления Всегда помнить о них Стараться служить Господу Поклоняться Ему Выражать Господу почтение Стать Его слугой Стать другом Господа И вручить Ему всего себя О царь Ютиштира Любому, кто родился человеком Следует опрести Эти 30 добродетелей Этого будет достаточно Чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога Комментарии Шилы Прупады Заботясь о том Чтобы люди Отличались от животных Великий Святой Нарада Говорит, что Каждого человека Следует воспитывать так Чтобы он приобрел Эти 30 качеств В наши дни Везде По всему миру Пропагандируется Идея светского государства Государства В котором Всех интересует Лишь материальная деятельность Но если не воспитывать В людях Перечисленные Выше добродетели О каком счастье Может идти речь Например Если все жители Страны лживы Разве будет Страна счастливой Вот почему Каждого человека Будь то индус Мусульманин Христианин Буддист Или представитель Любой другой религии Нужно учить Правдивости Точно так же Всех нужно учить Милосердию И все должны В определенные дни Поститься Чтобы поддерживать Чистоте свое тело Каждый человек Должен два раза в день Совершать омовение И чистить зубы А для внутренней чистоты Чистоты ума Необходимо помнить Святое имя Господа Кто-то исповедует Индуизм А кто-то Мусульманство Или христианство Однако Бог один Поэтому все Все должны Повторять Святое имя Бога Как бы оно Не звучало На разных языках Мира Кроме того Всех мужчин Следует Учить Беречь свое Семя Не расходовать Его в пустую Это очень важно Для человека Тот Кто не тратит Свое семя Попусту Обретает Великолепную Память Непоколебимую Решимость Огромную Жизненную силу Энергию Помимо этого Всех надо Учить Избегать Притворства В мыслях И чувствах И довольствоваться Тем Что действительно Необходимо Для тела И ума Таковы Качества Которыми Должен Обладать Каждый Человек В каком Он живет Государстве Свестском Или религиозном Не имеет Значения Если не Воспитывать Жителях Страны Эти 30 Добродетелей В стране Не будет Мира Завершает Этот список Девять Составляющих Духовной Практики Каждый Человек Должен Стать Преданным Господу Тогда Все остальные Добродетели Разовьются В нем Сами Собой В том, кто Полностью Посвятил Себя Служению Кришне Постепенно Проявляются Все качества Кришны И полубогов А у того Кто Не предан Верховной Личности Бога Никаких Хороших Качеств Нет Ибо Он Идя На поводу Собственного Ума Ведет Материальное Существование И пребывает Во власти Внешней Энергии Господа Таким образом Движение Сознание Кришны Предназначено Для всех Людям Следует Очень Серьезно Отнестись К этому Движению И построить Свою Жизнь На его Принципах Только Тогда На земле Воцарится Мир Омагьяна Тимиран Гасиагян Анджана Шалакая Чакшурун Милитам Ейна Тасмай Шри Гуравей Намага Шри Чайтан Манобхиштам Стапитам Ей Набутале Свойам Рупах Кадам Ах Ям Дадати Сва Падантикам Джай Ши Кришна Чайтан Прабу Нитя Нанда Шри Адвай Тагад Дхара Шри Ва Сади Гора Бхак Таврин Два Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Итак Достаточно Обширный стих Его можно Целый семинар Давать По всем этим Качествам Но Что важно То есть Шила Прабхата Заканчивает комментарий Тем что Движение сознания Кришны Предназначено Для всех Почему Потому что Движение сознания Кришны Воспитывает В людях Как раз Эти 30 Качеств По сути дела 30 добродетелей Вот Делая их Преданными Господу То есть Когда Люди Становятся Преданными Как Шила Прабхата Приводит Этот Стих Из Пятой Песни Бхагаватам Ясясти Бхактир Бхагаватия Акинчана То есть Все качества Полубогов И Кришны Проявляются Преданным Но если Человек Не является Преданным Даже если Он пытается Вот эти Добродетели Развивать Они все равно Не являются По-настоящему Его Как бы Качествами Потому что Он находится На платформе Ума Живет Материалистической Жизнью И по сути дела В любой момент Когда Обстоятельства Меняются Он может Тут же Поменять И превратиться Ну Прямую Прямую Преположность Этих Качеств Был Очень Любопытный Пример Когда Я не помню В каком-то городе Америки То ли Нью-Йорк Это был То ли Какой-то Другой город На три дня Выключили свет В общем Была какая-то Авария И Выключился свет И люди подумали Что наступает Апокалипсис Вот И они пришли Такое беспокойство Что Люди Которые носили Раньше галстуки То есть Ну Были такими Культурными Вдруг Превратились Просто Зверей То есть Они начали Бить витрины Магазинов Тащить Все Что можно Только Оттуда Потом Сражаться На улице Друг с Другом В общем Был Просто Хаос Полиция Не могла Остановить Людей Поддержать Порядок И это Происходит Всегда Вот С людьми Которые Ну Собственно Живут Материальной Жизнью Они Культурны До Определенного Момента Плохо Слышно Плохо Слышно Собственного Удовлетворения То есть Собственного Материальной Жизни Это Такова То есть Он может Развивать Какие-то Хорошие Качества Для того Чтобы Быть Счастливым Но Если Обстоятельства Так Сложатся Что Ему Придется Ну Как Сражаться За свое Счастье То есть Когда Все Начинает Рушиться То Человек Может Просто Начать Проявлять Просто Демонические Качества Сразу Потому Что Главный Принцип На который Человек Ориентируется Это Собственное Счастье Поэтому Ради Собственного Счастья Человек Может Пойти По Головам Других При Каких-то Сложных Обстоятельствах Он начинает Идти Просто По Головам Других Вот Поэтому Соответственно Здесь Прохлада Махараши Говорит Вот В этом Стихе Есть Асти Бах Тир Бхагавати Акинчана Сарвай Гуна Статра Самазатэ Сурах То есть На самом деле У Обычных Материстов Нет Хороших Качеств Потому Что У них Нет Основы Для Этих Качеств То есть Качества Они Такие Он Играет В эти Качества Можно Сказать И При Любых Других Обстоятельствах Он Может Сразу Полностью Поменяться Тогда Как Если У Предного Есть Если Человек Становится Преданным И У него Появляется Богоцентричное Восприятие Жизни Он Начинает Воспринимать Все С точки Зрения Уже Господа И удовлетворения Его Даже Если Возникают Какие-то Сложные Обстоятельства Он Не теряет В этих Обстоятельствах И Терпеливо Сносит И продолжает Служить Господу Несмотря Ни на что То есть Его Качества Становятся Вечными Потому что Это Качество Души Когда Человек Становится Предным Пробуждается Его Душа То есть Его Душа Начинает Пробуждаться И Вот эти Качества Смирение Терпение Отказ от Тщеславия Ненасилия Простота То есть Фактически Те же Качества Которые Перечисляются Здесь Кришна Перечисляет Также Бхагавадгите С 8 По 12 Стихи В 13 Главе Аманитвам Адамбитвам Ахинсак Шантер Аржаван И так далее То есть Кришна Перечисляет 18 качеств Все это Кришна Говорит Я называю Знанием Все что Существует Помимо этого Есть невежество Здесь Несколько Более Обширный Список Этих Знаний Этих Качеств Но они Чем-то Перекликаются То есть Первое Качество Которое Здесь Упоминается Это Качество Сатьям Сатьям Означает Правдивость Но мы Знаем Что мы Следуем Принципу Отказ От азартных Игр Чтобы Это Качество Правдивости У нас Как-то Утвердилось Потому что Человек Который Живет Играет В азартные Игры То есть Он Ну как Развивает Себе Этот азарт И Всегда Есть Желание Как-то Перехитрить Обмануть То есть Азарт Заставляет Человека Лопчить В этом мире И соответственно Эта привычка Входит в жизнь Людей То есть Они начинают Лопчить По жизни Все время Желаясь Добиться Своей Какой-то Цели Но если Человек Развивает Качество Правдивости То есть Не отступать От истины Шилапрупада Говорит Об этом Не отступать От истины И не искажать Ее То есть Он всегда Пытается Держаться Истинным И откуда Он эту истину Узнает От Кришны Священное Писание Гуру Садху Шастры То есть Приверженность Гуру Садху Шастры Это собственно И желание Как Зависеть От Или постигать Эту истину Через этот источник Это признак Правдивости Человека Это означает Что он занимает Правдивую позицию В жизни То есть Позицию ученика Если же Преданный Опирается Просто на Свою ум И чувство Или человек Опирается на Свою ум И чувство То тогда Он по сути дела Сам будет Сбит с толку Ну и соответственно Будет Уже дальше Эту Ну как бы Ложную концепцию Какую-то Продвигать Поэтому первое Что важно Для человека Чтобы этот принцип Правдивость В нем Проявился Нужно занять Позицию Правдивую позицию В жизни Стать Слугой Стать Учеником Вот это то Что происходит Когда человека Пробуждается Семя веры То есть У него появляется Желание Починить Свою жизнь Этому Высшему Принципу То есть Починить Свою жизнь Богу И соответственно Гуру Садхуй Шастер Три источника Через которые Воля Бога Проявляется Для меня Как я могу Знать волю Богу Если я не слышу Его Если я не воспринимаю Его Не чувствую Я воспринимаю Его через Его представителя Через Духовного учителя Через Вашнавов Через Шастры То есть То как я могу Понять Что же Кришна Хочет от меня Вот И когда Преданный И искренне Посвящает себя Вот поиску Этого Руководства И соответственно Попытка Понять Волю Господа В своей жизни Познать его То есть Познать истину То он Становится Естественным образом Привержен Этой истине То есть Человек Который стремится Эту истину Постичь Он старается Ее и применить Также И следовать Ей То есть Он становится Правдивым То есть Правдивость Становится Естественным Качеством Для такого Предного Вот И Вот это Желание Не искажать Ее Это тоже Качество Ученика То есть Конечно Мы можем Выдергивать Какие-то цитаты Из писаний Чтобы оправдать Своё положение И таким самым Искажать По сути дела Истину Но преданный Так не поступает Он Пытается понять А что По этому поводу Говорит мы гуру А что Вачнавы Вообще По этому поводу Думают Да Вот я так Из шастер Понимаю Что нужно Вот так поступить А правильно ли это Надо посоветоваться С вачнавами С гуру Да То есть Предный Пытается понять Как бы Глубоко Осмыслить Не привношу ли я Что-то От своего Эго Сейчас Не привношу ли я Какие-то Свои заблуждения Не пытаюсь ли я Использовать Истину Для того Чтобы Прикрыть им Своё невежество А другими словами Вот это называется Искренность Или искреннее ученичество То есть Предный пытается понять Что же Кришна От меня хочет Что гуру От меня хочет Вот поэтому Прежде чем Реагировать Проявлять Какие-то Эмоции Не знаю Там чувства Или Свой какой-то Гнев Причём Гнев Можно проявлять Используя Шастру Кришна Говорит И Можно Зарубать Кого угодно То есть Так Предный Начинает думать А почему Во мне Сейчас Вот эти чувства Проявляются В чём Урок Мой Здесь Истина Вообще Что Кришна Хочет от меня Да Поэтому Предный Начинает Медитировать На гуру На садху На шастры Вот И пытается понять Как я должен служить В этих обстоятельствах Вот И тот Предный Который Так Искренне Старается Ну вот Действовать В соответствии С волей Господа Господь Начинает Давать ему Так же Руководство Изнутри Извне Через преданных Через гуру А то есть Когда предный Проявляет Такую искренность Естественным образом Приходит Милость Кришны Через вачнау Через гуру Или сердце То есть Предный Может получить Какое-то понимание Вдохновение Вот Поэтому Правдивость Здесь Ставится На первый Как первый Принцип То есть Если преданный Не развил В себе Вот это Качество Ученичества Он не может Быть правдивым По факту То есть У него Будет Все время Вот это Он будет Ловчить По жизни Даже если Он будет Избегать Азартных Игр Он может Ловчить Ну как бы Вот Искать Свою выгоду Да То есть Жизнь Все время Это будет Обман Он обманывает Самого себя Будет Обманывать Других Хитрить Вот Поэтому Предный Нужно Воспитать Себе Вот это Качество Искреннего Ученичества Поиска Истины Вот Сотрудничество С предных В этом Поиске Когда Предный Сталкивается С тем Что Он слышит От предных Какой-то Другой Взгляд На Ту же самую Ситуацию Он Не Достает Шашку Чтобы Зарубать Другого Он пытается Понять Может быть Я что-то Что-то во мне Может не то И пытается Вступить В сотрудничество С другим Предный Чтобы Чтобы Вместе Попытаться Разобраться Что Что Шила Парупада Хочет В этой Ситуации Что На самом Деле Кришна У нас Почему-то Разный Взгляд Это Предмет Исследования Очень Интересно Почему Разный Взгляд Что-то Интересное В этом Наверное Какая-то Есть Глубина То ли Я В чем-то Заблуждаюсь То ли Этот Предный То ли Мы Оба Заблуждаемся Поэтому Это Хороший Повод Для Того Чтобы Предные Могли Вместе Посотрудничать Попытаться Понять С разных Точек Зрения Посмотреть На эту Ситуацию Покопать Глубже И Прийти К какому-то Более Глубокому Пониманию Так Преданный Который Привержен Истине Он Будет Вот так И искать Но Если Человек Как бы Завуалирует Если Это Качество Не развито В нем То Тогда Он Может Использовать Какие-то Цитаты Шилы Парупады Высказывания Даже Шастер Даже Высказывания Учителей Для того Чтобы Добиваться Просто Своих Каких-то Целей В этом Случае Это Называется Ложь То есть Предный Обманывает Себя И по сути Дела Пытается Обмануть Также Других Цитирует Стихи Какие-то Писания Вот Поэтому Очень важно Это Качество Развить Качество Искреннего Ученичества То есть Искренний Ученик Он всегда Ищет Истину Он никогда Не считает Что он Истину Знает Он пытается Все время Найти Опираясь На гуру Садху Шастры Моляясь Господу Он в поиске Находится Все время И когда Такая позиция Есть То Истина Открывается Человеку Если же Человек Думает Что я Истину Уже знаю Вот это Называется Обман Никто Никогда Не может Постичь Кришну До конца Даже В духовном мире Человек Он всегда Он всегда Познает Кришну Всегда Ищет Истину Пытается Его постичь Все Дальше Дальше Это бесконечный Процесс Если же Примент Думает Ну все Я Бхакти-Шастр Закончил Теперь Я все знаю Вот И Начинает Всем давать Поучение То Соответственно Так происходит Обман Он начинает Считать себя Каким-то Великим Не знаю То есть Обманывает Себя И По сути дела Потом Отсюда Исходит Обман Вокруг Него Вот Поэтому Это первое Качество С которого Все Начинается Человек Должен Быть Правдивым Дальше Второе Качество Описывается Милосердие Или Стремление Помочь Всем Страждущим Очень важное Качество То есть Преданный Должен Быть Сострадательным К тем Кто Находится В более Слабом Положении Быть Милосердным Быть Чувствительным Другим Вот Не Доставлять Беспокойств Другим Своим Словами Делами Не знаю Поступками Или Мыслями То есть Это Качество Милосердия Помогать Другим Возвыситься До более Высокого Уровня Шила Пропада Говорит Самое Лучшее Милосердие Это Помочь Проповедовать Сознание Кришны Помогать Людям Становиться Преданными Если же Это Другие Живые Существа То Преданный Может Проявить Милосердие Ну Давая Им Может быть Просад Или Просто Повторяя Светы Имена Живые Существа Могут Тоже Прогрессировать Таким Образом Шила Пропада Буквально Учил Преданных Например Одну Свою Ученицу Она Увидела Слизня Ползущего Они Сидели Где-то На Лужайке И Полз Слизень Рядом С Правпада Где-то Она Сказала Правпада Слизень Фу Правпада Сказала Это Несчастное Живое Существо Повтори Ему Харе Кришна Нет Правпада Я Даже Смотреть На Него Не Могу Нет Нет Повтори Если Ты Не Повторишь Харе Кришна Как Он Спасется И Она Повторила Ему Харе Кришна И Прапада Сказал Теперь Всегда Делай Так Повторя Харе Кришна Этим Несчастным Живым Существам Вот И Это Преданная Потом Уже Старости Она Рассказывала Что Я С тех Пор Все Время Повторяю Всем Не Знаю Там Мухам Червякам В общем Всем Прапада Сказал Видишь На Этом Столе Муравья Принный Посмотрел Там Муравья Не Было Он Не Знал Что Ответить Прападе Но Не Хотелось Быть Клубцом Он Думал Может Я Слепой Или Не Вижу Да Прапада Вижу Повтори Ему Харе Кришна Преданный Над Столом Нагнулся Харе Кришна Харе Кришна Не Знаю Что Будет Дальше Повторил Харе Кришна Тогда Прапада Сказал Вот Всегда Нужно Всем Живым Существам Делать Тогда Принный Понял Что Это Был Виртуальный Муравей Прапада Сказал Представь Себе Муравья Увидите Муравья На Этом Столе И Вот Так Надо Поступать Это Милосердие Проявлять Милосердие Преданные Могут Кормить Другие Живые Существа Дальше Будет Это Качество Распределять Пищу Как Справедливо Распределять Пищу Среди Разных Живых Существ Дальше Следующее Качество Аскетизм Аскетичность Шила Пропада Сводит Его Соблюдать Пост В определенные Дни Месяца То есть По сути Дела Та программа Которую Шила Пропада Нам Дала Это Уже Достаточно Аскетизм По сравнению С тем Как живут Люди Преданные Просыпаются Рано Принимают Обедие С утра Это вообще Кошмар Для обычных Людей Рано утром Омыться Потом Проснуться Рано утром Омыться Повторять Святые имена Сосредоточиться На медитации Само по себе Это уже Определенная Аскеза Следовать Садане Определенной Соблюдать Пост В определенные Дни Месяца Такие Тяжело Не совершает Никакой У него Нет Аскетизма Никаких Ограничений То соответственно Он становится Очень Таким Слабым Мягкосердечным Неспособным Ни на что Никакую ответственность Принять То есть он Развращается Поэтому Аскетизм Определенный Это Очень хорошо Вот Каждый Должен Совершать Омовение Два раза В день Совершать Чистоту Чистоту Тела А также Шила Пропада В пословном Переводе Приводят Также Повторять Святое имя Чистота Есть Внешняя Есть Внутренняя И соответственно Предный Должен Совершать Внешнюю Чистоту Одевать Чистую Одежду Принимать Омовение Одевать Чистую Одежду И внутреннюю Чистоту Предный Достигает Повторяя Святые Имена То есть Так Достигается Чистота Тела И ума Дальше Следующее Качество Стойко Переносить Невзгоды Вот Это очень Важная Вещь Тоже В жизни Будет Даже в жизни Предного Возникают Какие-то Сложности В жизни Надо Стойко Переносить Их Ответственно Проходить Через эти Не подать В какие-то Депрессии В обиды На Кришну У меня был Пример Такой Однажды Один Такой Начинающий Преданный Он Очень Вместе С супругой Очень Рьяно Ворвался В духовную Жизнь Начал Всему Следовать Вот Все Просыпался Рано Утром Повторял 16 кругов Все Как бы Делали Они Но Возникла Какая-то Проблема На работе То ли Его Оштрафовали То ли Еще что-то И в общем Он обиделся На Кришну Да так Обиделся Что Перестал Повторять Мантру Вообще Перестал Практиковать Уехал В другой Город Где-то В деревню Какую-то Я Несколько Раз К нему Приезжал Пытался Его Как-то Вразуметь Вот Прям Такая Обида Вообще Невозможно Было Парадокс Так Он И ушел Из движения Вот То есть Прямо Нужно Учиться Стойко Переносить Понимая Что Это То есть Как Переносить Стойко Такие События Говорит Господь Брама В 14 Главе Десятой Песни Бхагаватам Татте Кумукампам Сосамих Шаманам Бутмана Эватва Критам Випакам То есть Когда приходят Какие-то Испытания В жизни Предный Должен Принимать Их Как Уменьшенную Во много Раз Поскольку Он Преданный Реакцию За его Какие-то Предыдущие Действия Вот И это Предный Воспринимает Как милость Кришны Кришна Мне послал Это Чтобы Я Очистился Чтобы Я Стал Более Чистым Развил Какие-то Качества И Если Такой Предный Принимает Вот Такие События Таким Образом С таким Настроением И Продолжает Служить Господу Своим Телом Умом Речью Всей Своей Душою Он Уже Достой Освобождения Ибо Оно Становится Его Законным Правом Мукти Падэ Садай Бак Поэтому Такой Предный Будет Ощущать Присутствие Господа В своей Жизни Его Покровительство Вот То есть Это Важное Качество И В жизни Всегда Будут Какие-то Испытания Иногда Будет Все Хорошо Иногда Что-то Навалится Нужно Принимать Ответственность Стойко Проходить Испытания И продолжать Служить Господу Несмотря Ни на Что Дальше Соответственно Следующее Качество Уметь Отличать Хорошее Отдурного Очень Важное Как бы Качество В жизни Этому Также Важно Обучать Детей У нас Преданные Думали Как Сейчас В современном Мире Дети Очень Подвержены Вот этому Разращенному Какому-то Влиянию Интернета То есть Всякие Мультики Создают Ну В общем Разращают Людей Как Уберечь Детей От этого Как Научить Их Отличать Дурное От У родителей Порой Даже Времени Нет Да То есть Как-то Объяснить Им Ну Или же Как-то Дети Невосприимчивые И Сильнее Все Сильнее Сильнее Могут Попадать Под влияние Этих Всех Гаджетов Каких-то Телефонов Вот И У нас Группа Преданных Они Придумали Такой Способ Как Научить Отличать Детей Дурное От Хорошего Вот Они Придумали Такую Игру Это Была Онлайн Игра Такой Квест Вот Называлась Заколдованная Планета Я тоже Участвовал В этом Создании Ну В общем Какой-то Консультировал Предных Потом Выступал В роли Мудреца В этой Игре Дети Набирались И дети Преданных И дети Непреданных То есть Любые Дети В принципе Определенного Возраста Вот Идея Была Такая Что Некий Чародей Пытается Заколдовать Эту планету Заколдовать Людей И подчинить Их Своей Власти Ну Это Чародей Это Кали По сути Дело Который В общем Пытается Заколдовать И дети Изучают Повадки Этого Кали Изучают Гуны Природы То есть Есть Разные Стихи Благость Страсть Невежество То есть Благость И те Кто Находится В страсти Невежества Они Прежде всего Подпадают Под влияние Этого Чародея Вот Дети Объединяются В общем Они узнают Как Чародей Действует Начинать Своей Жизни Понимать Привносить Гуны Благости В своей Жизни Чтобы не попасть Под влияние Чародея Они Сражаются С ним Пытаются Защитить Людей Родители Не узнают Своих Детей Они Начинают Убираться В своих Комнатах Правильно Относиться К энергиям Господа В общем Это все Они изучают Вот И в конце концов Они побеждают Чародея То есть Чародеи Поскольку Они объединены Командой Действуют Чародей Ничего не может С ними сделать И они Спасают Да Спасают Планету От чародея В общем Так проходят И вот так Они изучают Все основные Какие-то Принципы Философии Наши Понимания То есть Обретают Видение И самое ценное Что они Учатся Видеть Где дурное Где плохое Что вот это Вот это Вот все Там Всякие Мультики Про разврат Про еще что-то Там Ну какие-то Вот Это все Чардеи Это его Повадки Это я не буду Смотреть Вот А вот От мудрецов Так Переходят Знания Вот это Вот Это От мудрецов Это то Что спасет Нашу планету То есть Так у детей Появляется В игровой форме Они могут Освоить То есть Основные Принципы Научиться Отделять Хорошее От плохого Вот И таким Образом Ну по сути Дело научиться жить В этом мире Потому что им придется Жить В этой всей атмосфере Научиться отделять Это все Хорошее От дурного Вот И в человеке Это должно быть Воспитано Да С самого детства Увидеть Что плохо Что хорошо Какие качества То есть В жизни Ребенок будет Сталкиваться С тем И с другим И на На этих примерах Нужно обучать Ребенка То есть Как Что есть Дурное Что есть Хорошее Почему это Дурное К чему это Приведет Какой результат Этого Всего Будет Вот И таким образом Ну Важное Очень Качество Владеть Своим Умом Это Следующее Да Качество То есть Если человек Следует Предыдущим Принципам Естественным Образом Ум Становится Более Сильным И Владеть Им Становится Легче Это означает Что Предный Способен То есть Ум Привлекается Какими-то Объектами Чувств Но Предный Способен Отрывать Свой ум И созрятачить Его На Правильных Образах На Правильной Цели Научиться Думать О Кришне Самый лучший Способ Владеть Умом Это Вовлечь Его В процесс Предного Служения Когда Ум Занят Медитацией На Господа Медитацией На Его служение Ему Предный Думает Как Лучше Его Сделать Времени Вообще Нет Отвлекаться На Что-то Дурное Так Соответственно Ум Под контролем И чувство Соответственно Тоже Становится Под контролем Потому что Предных Занимает Служение Служение Господу Просто Отрывать Чувства От Дурных Объектов Это Лишь Первый Шаг Но Пока Чувства Не Заняты Служением Пока Не Одухотворены Они Будут Представлять Опасность Любой Момент Слабости Предный Может Опять Дать Повод Своим Чувствам Но Если Предный Всегда Занят Предным Служением То Чувства Одухотворяются Чувства Удовлетворяются И Соответственно Преданность Легко Становится Контролировать Их Не Причинать Никому Страданий Это Важное Качество Страдание Может Быть На Уровне Мыслей На Уровне Слов На Уровне Поступков Которые Можно Совершать Даже Просто Например Предный Заходит В Аудиторию И Оставляет Дверь Открытой Бросает Дверь Например Это Доставляет Беспокойство Кому-то Такие Мелочи Даже Это Может В доме Происходить Предный Может Забегать Или Человек Может Забегать Бац Дверь Бросил Еще Что-то Раз Раз Что-то Происходит Другой Человек Сидит У него Какие-то Пространство Есть Нужно Это Все Учитывать Быть Чувствительным К окружающим Людям Такая Чувствительность Появляется У человека Когда он Развивает Качество Слуги То есть Он Пытается Быть Чувствительным По отношению Господу И к окружающим Если Человек Старший Старший Члены Семьи Пытались Понять За Кого Им Выдать Свою Свою Дочь А Нет Нет Это Тоже Один Из Примеров Другой Еще Пример Другой Перепутал Пример Такой Один Искали Работника Для Фирмы И Они Делали Собеседование Приходили Разные Работники И вот Зашел Один Работник Кандидат На работу И когда Он зашел Он рассказал Что у него Какое-то Образование У него было Хорошее Образование Он Обучался В хорошем Вроде бы По всем Качествам Подходит Но Главный Человек Который Решал Он сказал Нет Этого Мы не Можем Взять А потом Другого Заслушали У того Не было Никакого Образования Но Этот Главный Как бы Тот Кто Принимал На работу Он сказал Вот этого Которого Нет Образования Мы возьмем А того Мы брать Не будем И Другие Члены Комиссии Очень удивились А почему Так Вот И Причина Была Очень Простая Вы Заметили Что Когда Он Зашел Он Даже Дверь Забыл Закрыть Он Просто Пришел Что-то Рассказал То есть Такой Человек Он На Платформе Своего Ума А вот Этот Он Очень Скромно Зашел Закрыл Дверь Сел Очень Скромно То есть Такого Человека Можно Профессии Можно Научить Но Качеством Характера Научить Очень Сложно Поэтому Этот Работник Лучше Вот Вот Эта Способность Быть чувствительным Быть скромным В жизни Учитывать Других Людей Других Живых Существ Даже Быть чувствительным Не только К Ну К Людям Но и Также К другим Каким-то Животным Растениям Мы же К страданиям Можем доставить И растениям Каким-то Животным Вокруг То есть Преданный Он Чувствительным Вот это Означает Качество Оказывать Почтение Каждому Не ожидая Почтения К себе То есть То что Говорит Господь Читание Вот Когда я Ну Нахожусь В этом Настроении Оказывать Почтение Каждому То есть Все становились Чувствительными К другим Живым Существам И соответственно Я избавляюсь От этой склонности Совершать Насилие По отношению К ним Дальше Хранить Целомудрие Важное Качество Вот Люди В современном Мире Думают Что Ну Как Вот это Вот Какая-то Неконтролируемая Сексуальная Жизнь Это Признак Ну Как Или Принцип Здорового Такого Счастья Скажем так На самом деле Это Разращает Постепенно Человека И Приводит Тому Что Он Становится Очень Чувственный Особенно Мужчина То есть Очень Чувственный Слабый Не Способный Принимать Ответственность То есть Собственно То Что Мы Сейчас Видим Деградацию Мужчин В современном Мире Это Следствие Разврата На самом деле И Наоборот Когда Люди Следуют Воздержанию То есть Хранят Брамачарию Следуют Воздержанию Не Расходуют Семья Понапрасну Это Приводит Того Что Особенно Мужчина То есть Он Становится Очень То есть Память его Развивается Очень Становится Сильным Решительным Способным Нести Ответственность За общество За семью То есть То что Собственно Нужно Женщинам На самом деле То есть Это Делает Общество Семью Здоровой Поэтому Разращенность Неспособность Хранить Целомудрие То есть Это Приводит В конце Концов Такой Разращенности И мужчин И женщин На самом деле Дальше Делать Пожертвования Шила Пропада Пишет По крайней мере Половину Своих Доходов Отдавать Это Конечно Ну Эту Тему Предные Обсуждают С разных Углов Зрения Понятно Что Ну У предных Которых Не устроена Жизнь Которые Ну Как бы Вот Находятся В таком Очень Еще Неустойчивом Положении То есть Ожидать Такого Пожертвования Наверное Будет Им скорее Помощь Даже Нужна Больше Поэтому По крайней мере Что-то Предные Могут Делать Пожертвования Для того Чтобы Наше Общее Движение Семья Она Крепла Вот Но Идеальный Принцип Это когда Предный Становится На ноги У него Как-то Ну все То есть Он может Прийти К этому Стандарту Половину Отдавать На это Движение Это Очень Хорошо Предный Такой Может Рупа Госвами Пример Конечно У Рупа Госвами Была Полная Лодка Золотых Монет В принципе Даже Половину Отдав У него Было Огромное Состояние Не проблема И четверть Оставив Этим И еще У него Осталась Достаточно Большая Сумма На непредвиденные Расходы Конечно Это он Заработал В течение Жизни Но И в течение Своей Повседневной Жизни Они тоже Очень много Тратили На преданных На преданное Служение В их доме Постоянно Останавливались Преданные Причем Не один Два А у них Целая Была Там В общем Целая Как гостиница Что ли Они Селили Паломников Которые Все время Проходили Десятки Преданных Жили У Санат И Рупы Госвами Помимо Этого Они Сделали Целый Вриндаван Выкопали Кунды Шьяма Кунда Ратха Кунда Храм Маданам Мухана В общем У них Там Целый Вриндаван В общем Был Вот И Все Это Они Создавали Для Ублюдотворения Преданных И Ну Так Сами Погружались В эту Атмосферу Устратили Свои Деньги На Преданное Служение Вот И Даже После Этого У них Накопился Доход Определенный И Они Расход Сделали То есть Распределили Его Определенным Образум Вот Поэтому Тут Преданные По-разному Размышляют Как Правильно Это Расходовать Наверное Это Лучше Своими Наставниками Согласовать Если Я Не Понимаю Как Этот Принцип Применить В моей Жизни Вот С Наставниками Можно Посоветоваться Наставник Можно Сказать Сейчас Тебе Надо Встать На Ноги Например Пока Как Ну Пока Ну Вот Если Можешь Чуть Там Какой-то Жертвы В основном Тебе Надо Подняться Чтобы У тебя Было Уравновешенное Положение Или Ты Что-то Слишком Жирно Живешь Тебе Надо Больше Жертвовать Ты Маги Так Погрузишься Ты Че Вообще Машина Меняешь Каждый Месяц Уже Че Такое Для Преданного Поразительно Просто Давай Избавляйся От Этого Привязанности Маги Вообще Вот Ну В общем Тут Такой Нельзя Подходить В этом Принципе Как То Так Жестко То есть Прямолинейно Здесь Есть Нюансы То есть Есть Разные Как бы Состояния Преданных На каком-то Этапе Предный Даже Нуждается Может быть В помощи Других Иногда Приходится Это делать В здоровых Общинах Предный Помогает Стать на ноги Преданным Потом Соответственно Он может Уже Как-то Себя Проявить Проявить Определенное Процветание Ну и Соответственно Может Больше Отдавать Тоже То есть В обществе Всегда Эти принципы Должны Учитываться Так Дальше Читать Священные Писания Шила Пропада В пословном Переводе Перечисляет Багавадгита Шиматбаотом Рамаяна Махабхарата А в скобках Он пишет Что Либо для тех Кто не принадлежит К ведической культуре Чтение Библии Или Корана То есть Эти принципы Универсальны Для всех людей В том числе Для людей Других Конфессий То есть Они могут Читать Библию Или Коран Вот Таким образом Поддерживать Богоцентричное Сознание В жизни Вот И участвовать В этом Обществе Богоцентричном Вот Поэтому Это важно Для нас Как для проповедников Что если мы видим Что человек Соотносит себя К другой религии Мы можем вдохновлять Его просто следовать Этим принципам Как бы В жизни своей Тогда человек Будет возвышаться То есть Он будет Прогрессировать И Общество Будет здоровым Вот Дальше Служить Быть прямодушным И Удовлетворенным Простота Качество Очень важное Отсутствие Двуличия Прямодушный Человек Означает Без второго Дна Честно Просто говорить Что он Понимает Что он Видит Не пытается Хитрить Как-то Лицемерить Вот Быть удовлетворенным При этом Это важное Очень качество Это означает Что я принимаю Просто ту долю Которую Господь Мне посылает Я конечно Предлагаю Какие-то усилия Но если Приходит То что есть Ну я должен Быть удовлетворен Тем что есть Это Это важный Важный принцип Если Думать Все время Что я должен Быть Вот таким Же Как Не знаю Миллионеры То человек Никогда Не будет Удовлетворен Потому что По карме Он просто Не у нее Нет Он не будет Миллионером Никогда Вот Поэтому Никогда Не будет Удовлетворен Всегда Будет То есть У него Вот это Ложный Обман Себя Но быть Удовлетворенным То есть Принимать Как долю То что Мне приходит Быть Благодарным Господу За это Вот это Приносит Как бы Мир В сердце Человека И когда К нему приходит Что-то больше Он думает Это вообще Милость Просто Да Такая Особая Милость Господа Так Служить Святым Постоянно Да Служить Святым То есть Важное Очень Качество Мы должны Чувствовать себя Слугами Нашего Духовного Учителя Слугами Гуру Парампары Вот И Всю свою Жизнь По сути дела Посвящать Служению Им А когда Есть возможность Непосредственно Оказывать Служение То это Благоприятная Очень Возможность То есть Преданное Стремиться К этому Всегда Постепенно Отказываться От ненужных Занятий Важный Очень Принцип Если Мы Посмотрим На свою Жизнь То очень Много Каких-то Ненужных Занятий Есть В нашей Жизни Сейчас Очень Опасное Занятие Это В каждом Кармане В телефоне У каждого Есть Очень Много Занятий Там Можно Найти В телефоне Настолько От себя Занять Что Даже Не будет Времени Даже Поесть Сейчас Целые Лечебницы Создают Чтобы лечить Людей От Вот Этих Всяких От Зависимости От Интернета И Игромании Всякой То есть Люди Разные Мании Развивают В интернете Прямо Целые Клиники Сейчас Создаются Лечить Людей От Этой Зависимости То есть Это Как Раньше Была Наркотическая Зависимость Сейчас Вот Эта Зависимость Игромания Зависимость От Интернета То есть Человек Может Сидеть Даже Не Может Заснуть Вот Он Днем И ночью По сути Дело Не Занимается Этим Это Опасная Очень Тенденция Вот От Подобных Вещей Нужно Отказываться Постепенно То есть Отказываться От Неблагоприятных Для Бхакти Вещей И принимать Благоприятное То есть Вот Так Преданный Следует Этому Осознавать Бессмысленность Многих Видов Человеческой Деятельности Быть Молчаливым И серьезным Молчаливым Не означает Что вообще Не говорить Это означает Ну Не заниматься Пустословием Каким-то Не Растрачивать Свою энергию На праджалку С преданными Если мы говорим О Кришне С преданными Это Можно В захлебу Говорить Это Приравниться К Мауне То есть Можно Целый день Говорить Про Кришну Это Равносильно Мауне Даже Лучше Мауне Это Просто Молчание А Говорить О Кришне Это Преданное Служение Это Гораздо Более Выше Так Быть Молчаливым И серьезным Избегая Пустых Разговоров Изучать Самого Себя Кто я Тело Или душа Очень Важный Принцип Когда Предный Попадает В Какие-то Жизненные Ситуации Первый Вопрос Который Нужно Себе Задать Это Кто я Я Душа Летела То есть Если я Себя Отождествляю С каким-то Телом С какой-то Ролью То я Тогда Буду Видеть Ситуацию Именно Под этим Углом Зрения С точки Зрения Выгоды Моего Тела И ума И Мое Представление О себе Но Если Я Вспоминаю Что я Душа То Тогда Я Начинаю Думать Так Если Я Душа То Тогда Как Душа Должен Здесь Действовать Я Душа Начинаю Сразу Опираться На Руководство Что Кришна От меня Хочет Как Я Должен Служить В Этой Ситуации И Тогда Его Действие Становится Проявлением Предного Служения То есть Он Начинает Действовать Как Душа Поэтому Это Постоянная Медитация То есть Преданный Он Все Время Должен Отделять Себя От Этих Упадх Самоотождествлений И Всегда Вспоминать Я Слуга Я Слуга Господа Я Душа Постепенно Он Начнет Чувствовать Себя Душой То есть Придет Эта Реализация Вегьяна Опыт Когда Предный Начинает Действовать Как Душа То есть Приходит Опыт Ощущение Себя Душой Дальше Раздавать Пищу Всем И Людям И Животным В соответствии С их Потребностями Шелопропа В дословном Переводе Пишет Справедливо Не Проявляет Такой Чувствительности То Животные Начинают Добывать Пищу Сами Начинают Нападать На людей Начинается Вражда Соответственно С животными С Насекомыми Я не знаю Там Битвы Происходят Конечно Сейчас Сразу Вопрос Что делать С тараканами Как Как Быть С ними Ну Да Каждым Живым Существом Своё место Да То есть Если мы В доме Разводим Нечистоту То соответственно Они заведутся Будут там жить Вот Но вообще Как бы У всех Как бы Это как дворники Которые приходят Убирать Подоедать То что Не доели Вот Предн должен Поддерживать Чистоту В своем доме Соответственно Это Будет Приводить К тому Что Ничто Заводиться Не будет Вот Но Вовне То есть Предный Может кормить То есть Во бриндаване Это особенно Можно увидеть Преданные Там Например Муравьям Могут Там Сыпать Какой-то Сахар Или крошки Какие-то То есть Есть предные Которые Каждый день Это делают То есть Они Они Прям Выходят И Раздают Пищу Я Наблюдал Как В Джайапуре Я был в мастерской Мы делали Божества И там Такая Мастерская Представляет С собой Двухэтажный Дом Это Раньше Был Жилой Дом Этой Семьи Это Там Где Делали Божества Рада Шемасундара Вриндаванские Наши Радамадава Майяпурские Радха Парта Сарадхи Делийские Ну и множество Божеств 80% Божеств Было сделано В этой Мастерской Знаменитые Мастера И там Множество Подмастерьев Работает И дом Представляет С собой Такое Здание Двухэтажное И внутри Двор В дворе Растет Дерево На этом Дереве Целая Стая Птиц Живет Все время Они там Чирикают Ну и Соответственно Там Они Ночуют И Каждый день Каждое утро Подметает В общем Убирает Все эти То что Нагадили Птицы В общем Весь этот Помет Метают Но при этом Каждый день Хозяин Один из Ну Хозяин Самый старший Сейчас Этой семьи Он выходит И там такая Как Навес Такой сделан И он на этот Навес На крыше Насыпает Зерно Ну это Питание Для этих птиц Эти птицы Едят И даже Они повесили Такие скворечники Чтобы они там Расселились Жили в этих Гнездах Поразительно Вроде бы Они гадят То есть Нужно их Вообще Перестрелять Это дерево Срубить Чтобы вообще Там ничего не было И тогда у нас Будет чисто Все Ну вот смотрите Мышление Какое Вообще Поразительно Ед Просто Убирает Каждый день И кормит Продолжает Кормить Эти птиц Вот Птицы Очень счастливы Там живут На этом дереве Внутри Их двора То есть Есть какая-то Гармония У каждого Живого Существа Есть свое Место И вот Люди Они как бы Тоже Они понимают Что мы тоже Часть этой Природы Этого мира То есть Мы не должны Быть здесь Как бы Нарушать гармонию Которая создана С Господом А наоборот Исполнять какую-то Свою роль Поддерживать Эту гармонию Мы слуги В конце концов Господа И соответственно Всех живых существ Потому что Они являются Его частичками Это тоже как-то Это его творение Если я слуга Бога То я служу И Богу И его природе И другим Живым существам Естественно С разными живыми существами Нужно по-разному Строить отношения То есть С тиграми Не надо обниматься То есть Это опасно Вот Каких-то живых существ Нужно держать на расстоянии Тем не менее Да То есть Преданный Вот он Так Старается видеть Всех как душу Поэтому дальше будет Это качество Дальше уже Вот Сейчас Считать Каждую душу Особенно Если она воплощена В человеческом теле Частицей Верховного Господа То есть Даже если я так не вижу Не чувствую еще То есть Я все равно должен Медитировать на этот смысл То это душа Господа Как я могу Увидеть эту душу Она проявляет Сознательность Даже растение Проявляет Сознательность То есть Мы можем видеть Как растение Огибает Какие-то препятствия Растет То есть она реагирует Как-то на То есть у нее Есть тоже сознание Это сознание Проявляется в виде того Что оно живет Оно живое И это признак Присутствия души В теле Вот И очень важно Видеть эту душу В каждом живом существе И выражать ей почтение Поскольку это Частица Верховного Господа И параматма Тоже пребывает Рядом С каждой Индивидуальной душой Поэтому Мы выражаем Почтение Каждому живому существу Видя его Как частицу Господа Слушать о деяниях И наставлениях Верховной Личности Бога Дальше перечисляется Уже девять процессов Бахты Шраванам Киртанам Вишнусмаранам Падасеванам И так далее То есть Предыдущие качества Это как некие Предварительные качества Чтобы быть Настоящим Искренним Преданным Вот Но нужно Слушать Верховной Личности Бога Прославлять Его деяния Помнить о них Стараться служить Господу Поклоняться Ему Выражать Господу Почтение Стать Его слугой Стать другом Господа И вручить Ему Всего себя О царь Тестира Любому, кто родился Человеком Следует опрести Эти 30 добродетелей Этого будет достаточно Чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога То есть Так Нарада Муни Повествует Это повествование И Еще раз Хочу подчеркнуть Что В целом Развить Эти добродетели Человек может Если он Становится Преданным Господу Или вот этот принцип Богоцентричного Восприятия жизни То есть Он ставит Как основополагающий Принцип Своей жизни И Общество В целом Семьи Своей Общество Коллектива Не знаю Удовлетворение Господа Является Главным принципом Поскольку Я его слуга То есть Необходима Какая-то Предварительная Вера Понимание Что ли Человека Чтобы он Вообще Стал на Путь развития Этих добродетелей Вот И Но тем не менее Шилапропада Пишет Что даже Если общество Светское Все равно В нем Нужно Развивать Эти добродетели То есть Учить людей По сути дела Быть преданными Даже в светском обществе Что мы собственно Сейчас и делаем То есть Общество В большей степени Светское Хотя Люди Соотносят себя К каким-то религиям Но живут они Светским таким образом То есть Как будто бы Бога нет В жизни То есть Они работают Не для того Чтобы удовлетворить Бога Большинство людей А для того Чтобы Получить возможность Для большего Какого-то Своего удовлетворения Вот это называется Светский образ жизни То есть Не духовный Но Когда человек Становится Преданным То есть Обретает Добродетели То есть Он начинает По-другому Рассматривать Свою жизнь Свою Деятельность Тогда общество Становится Другим Совершенно Богоцентричным И Появляются Другие смыслы Существования Человека Существования Общества Вот И Шилапрапада Отмечает Что движение Сознания Кришны Очень важно Да В этой связи То есть Оно занимается Как раз Возрождением Такого человеческого Общества Это наша миссия Вот Оно предназначено Для всех Людям следует Очень серьезно Отнестись К этому движению И построить Свою жизнь На его принципах Только тогда На земле Воцарится Мир Это приведет К миру Вот То что Желают все люди Каждый хочет жить В мире Но из-за Того что Есть Вот это Из-за того что Люди Своё эго Ставят в центре То есть Невозможно Этого мира Будет достичь Вот Пока не Произойдет Эта перемена В сердцах Людей И они Не начнут Развивать Эти добродетели Которые Описаны В этих Стихах Хария Кришна Ну Такое Как Наверное Некое Вступление Может быть Что-то Хотите Обсудить Пожалуйста Как Как душа должна Еще раз Задайте вопрос Чтобы записалась Как душа должна проявить себя в каких-то сложных ситуациях, то есть не как тело, а как душа. Вот вы сказали, что надо думать об этом. Да, спасибо. Ну вот, шестая мантра Шиша Панишат очень хорошо описывает этот принцип, то есть каким образом, под каким углом зрения предан должен смотреть. То есть когда преданный попадает в какую-то сложную ситуацию, и естественно его чувство, ум приходит беспокоиться, то есть преданный переживает вот эту ситуацию, то есть она навалилась на него. Но преданный должен посмотреть на эту ситуацию под определенным углом зрения. То есть первое, что в этой мантре говорится, нужно посмотреть на эту ситуацию, как связанную с Господом. То есть Господь, который желает мне блага, почему-то послал мне эту ситуацию в жизни. Посмотреть на нее, что где-то какой-то план Господа за этим стоит. Я пока не понимаю какой, но я пытаюсь вот так посмотреть, что Кришна, он все-таки центр мироздания, а не как бы ни один из живых существ, он тот, кто всем повелевает. Раз Кришна допустил это в моей жизни, значит есть какая-то задача здесь для меня. Второе, это посмотреть на других живых существ, как на частички, связанные с Господом. То есть увидеть их так, раз они частички Господа, даже если человек приносит мне беспокойство, ну есть какая-то задача, стоящая передо мной. И третье, нужно добиться ощущения присутствия Господа в этой ситуации, то есть как предный добивается через предное служение. То есть как я должен служить в этой ситуации, чтобы Гуру и Кришна были довольны, чтобы их удовлетворить, чтобы они хотели от меня, чтобы я сейчас сделал или сделала в этой ситуации. То есть вот применяя эту технологию, преданный начнет постепенно действовать не ради удовлетворения своих нравиться или не нравиться, своего эго, а ради удовлетворения Господа. То есть он ставит этот принцип. Даже если в этом состоянии предный совершит ошибку, это будет ошибка просто его ума, он что-то пока не прочувствовал должным образом. Но поскольку он хотел удовлетворить Господа, действовал для его удовлетворения, Кришна даже эту ошибку принимает, как предное служение себе. Поэтому предный будет прогрессировать и будет очищаться постепенно. И его мудрость, его способность принимать правильное решение, его чувствительность к воле Господа будет становиться все больше и больше и больше. Так он, соответственно, становится в конце концов как совершенным преданным, который действует совершенно во всех ситуациях. Вот такой подход, такую технологию преданную применяется. То есть первое, нужно вспомнить, кто я. То есть не что делать, нужно отвечать не на этот вопрос, а кто я. То есть как, кто я такой. И затем, соответственно, нужно оценить ситуацию с этой угла зрения, с духовного угла зрения. И потом уже понять, что мне делать. То есть как я должен служить. Таким образом. Тогда мы, собственно, будем действовать как душа. То есть как слуга Господа. Мы все переводим в это состояние души. Если же мы просто ведемся на поводу своих чувств, то есть мы, ну как бы, вот, мы входим еще больше отождествления с этими эмоциями, чувствами, телом своим, своей ролью какой-то. И с этой позиции начинаем видеть эту ситуацию, ну и, соответственно, реагировать. Так человек запутывается в своих действиях, последствиях. Это деятельность. Мы говорили о государстве, в котором не стареет, не болеет, не умирает. Вот есть же у нас еще государства, где именно держатся достаточно сильные религиозные принципы. Мы вот просто ездили в Узбекистан, Киргызстан. Там они уже объявлены светскими, но мне известно, что есть еще такие страны. И там не происходит же такого. То есть мы же сейчас не видим, чтобы не болели, не старели. Ну, я привел как идеальный принцип. То есть если человек, если люди настолько проявляются в духовной атмосфере, то люди очень близко ощущают Господа. То есть не просто как некий религиозный символ. То есть во многих вот таких странах, о которых ты говоришь, Бог — это как некий религиозный символ. То есть немногие его вот прям ощущают в жизни. Многие просто — это символ веры определенной силы, символ такой как бы вот некого общественного строения, то есть вокруг которого все строится. То есть это называется религиозное общество. Но это еще не то, о чем мы говорили. Но когда люди поднимаются на уровень уже любви к Богу, то есть на уровень его, по крайней мере, сада на Бахте серьезный, то есть это более высокие принципы уже жизни, когда преданного не только в храме видит Господа, но и также в своей жизни старается все посвящать ему, его удовлетворению. То есть возникает очень такая духовная атмосфера, то там, соответственно, тела людей, их умы, их чувства становятся очень как бы удовлетворены. То есть происходит какая-то атмосфера изобилия проявляется. И это было во времена Господа Рамачандры. То есть так обычные люди, они даже не болели, даже не старели. Никто не старел. Настолько было влияние духовной атмосферы сильное. Вот мы можем видеть на примере даже вот Байчналов, которые серьезно начинают практиковать, поддерживать какой-то здоровый образ жизни. Конечно, преданные иногда пренебрегают тоже многими вещами. Но если преданный в таком... Он гораздо меньше может болеть, быть более здоровым умом, психикой, то есть более устойчивым в каких-то обстоятельствах, это только начало духовной жизни. Но если преданные уже в таком зрелом стадии находятся, в Айотхе там все обладали любовью к Господу, там спонтанная любовь уже была. Это очень высокий уровень. Суть и дело, они были жителями духовного мира, хотя жили в материальном мире, в материальных телах, но их тела были одухотворены. И практически по милости Господа Рамачандры, то есть они даже... То есть материальная природа, она так не влияла на них. Очень высокий принцип благости был проявлен. Влияние благости, чистой благости даже там было проявлено. Поэтому тела функционировали по-другому. И по этой причине, поскольку гуны потихоньку понижаются, то есть если в Сатья-Югу была гуна благости, в основном преобладала, люди жили 100 тысяч лет. В Сатья-Югу там уже больше страсти невежества примешивалось, люди жили уже 10 тысяч лет, потом тысячу лет в следующей эпохе. И сейчас в Сатья-Югу даже 100 лет не могут прожить. И страсти невежества все больше и больше начинают захватывать. То есть это все, страсти невежества приводят к разрушениям. Но такой духовный образ жизни увеличивает гуну благости. Ну и соответственно разрушения меньше, то есть и здоровью лучше. Тут, конечно, не надо сильно идеализировать, но в целом принцип такой. Чем больше благости, тем больше болезней. По поводу психологии, вот люди сейчас видят решение вот этих проблем не в связи с Богом, а вот при помощи, ну, каких-то там техник, приемов, методов, способов. И хотя вот я часто спрашиваю людей, там, какой жанр литературы, например, любимый. Очень многие люди говорят вот психологии. И они хотят строить, научиться строить отношения, себя понять тоже. Но они не видят в этом необходимости именно духовного знания. Вот как объяснить, что именно духовное знание нужно, а не именно психологические приемы, техники какие-то? Поэтому будет хорошо, если предные будут психологами, потому что они дадут как бы истинное понимание причины, проблемы. И тогда человеку уже психологу будет не нужен. Вот. Хотя многим предным нужна помощь, опытных предных, которые, ну, понимают... То есть что такое психология? Это наука о душе. То есть изначально как бы в этом как бы наука о душе. Раньше каждый наставник, по сути дела, это своего рода психолог. То есть он должен понять, в чем проблема, в чем заморочка, скажем, преданного, да? То есть и дать ему правильное какое-то руководство, чтобы помочь ему гармонизировать свою жизнь и выйти из этого какого-то трудного психологического состояния. То есть в каком-то смысле каждый наставник должен понимать вот эти вещи, то есть разбираться и помогать преданным, ну, обретать здоровое свое какое-то, ну, здоровый ум, скажем так, чтобы они могли счастливо служить Кришне. Вот. И... Но современная психология, да, то есть она в большей части не экологична. То есть она просто учит людей, как преодолеть какие-то свои вот эти комплексы, чтобы стать, ну, как бы вот счастливым. И до чего это доводит, что, ну, уже говорят, что совесть является проблемой. Представляете? То есть, ну, это современная психология. Нужно просто вот, это просто тебе внушили вот эту вот совесть и все остальное. Вот пока у тебя есть совесть, у тебя будут все время вот эти комплексы. Что я что-то не то сделал, я грех совершил. Да расслабься ты вообще. Нету никакой совести. Это ты все внушил. И человек действительно отбрасывает это. Да, можешь делать все, что хочешь, ничего не является грехом пока. Не пойман и не вор, да, то есть так, все нормально. Вот. И человек думает, вот круто вообще, да, помогли мне преодолеть это мои комплексы. Я тут себе накрутил что-то, да, то есть совесть какая-то, там, еще что-то. И начинает жить бессовестно просто. То есть у людей убивают вот это последнее чувствование Бога в виде совести. То есть это демонизм на самом деле. Поэтому, конечно, там много демонических каких-то вот этих технологий. Или способ достижения своих желаний. Нужно вот сосредоточиться, да, то есть медитировать на эту машину, вот, которую ты хочешь получить. И тогда ты в конце концов добьешься, там, в общем, разжигают эту страсть. И люди добиваются чего-то. Но при этом не понимают, что они со своего счета кармы списывают огромную сразу. То есть они чего-то добились, да, то есть получили. Но они как бы теперь должны заплатить за нее все равно. Чем они плачут? Своей какой-то благочестивой кармы. И потом у них полный раздрай в жизни наступает. То есть очень плохо заканчивают так эти люди. Вот, то есть много неэкологичных, конечно, вот этих манипулятивных техник есть в психологии. Но есть какие-то такие, ну, более, скажем, благостные вещи, которые приводят человека к душе своей. Их немного, но они тоже есть экологичные. Но тоже в оторванности понимания, что я являюсь слугой Господа, понимание смысла жизни, человек, даже используя эти технологии, он все равно какой-то тупик придет. Это все равно манипулятивная техника, как избежать страданий. Один из способов страдания – это просто отказаться выполнять карму. То есть избавиться от кармы. Это принцип гьяны, по сути дела. Но он тоже лучше, чем экологичнее, чем просто вот эти принципы кармы какой-то манипулятивной. Или акармы, этой самой угрокармы. Угрокарма – это когда человек просто отбрасывает совесть всякую и начинает жить, как он хочет. Поэтому, соответственно, да, люди, к сожалению, сейчас, приходя в религию, они не находят решения своих практических проблем. То есть их просто, как бы говорят, просто приходи, давай деньги, еще что-то. Но они не понимают, как они могут решить проблему. То есть религия не помогает многим людям. То есть не хватает, может быть, зрелости наставников. И тогда что им остается делать? Ну, они идут к тому, кто может на практике им помочь. Идут к психологам, идут к каким-то людям. Поэтому, если будут зрелые и преданные, которые могут давать практичные советы, помочь преданному наладить семейную жизнь, решить какие-то конфликты, то есть помочь ему вот обрести здоровую жизнь, то есть или научиться решать проблемы духовным путем, то есть это то, что решит эту задачу. Поэтому нужно приветствовать появление зрелых преданных, которые разбираются в этом, могут как бы помочь, но привести людей, установить эти правильные принципы здоровые. Если посмотреть, как в ведической культуре, собственно, этот вопрос решался, например, аюрведа, как она работает. То есть в трактатах по аюрведе я проходил однажды один такой курс начальный, так сказать, аюрведы, и там преданный рассказывал, что приходит человек с болезнью, да, то есть у него болит рука там, ну, что-то в общем-то в теле уже случилось, и вот кризис, да, то есть нужно лечить болезнь, вот он приходит к врачу. Врач прописывает ему лекарства. Во-первых, врач смотрит сначала на его настроение, и если выясняется, что он критикует царя, то его лечить бесполезно уже, и он сразу отказывается от его лечения. Если у него, по крайней мере, в этом еще нормально, то есть он как бы не настолько эгоист еще, скажем так, то тогда можно его вылечить. Вот, он дает ему какое-то лекарство, поскольку у человека очень болит это все, он слишком застряточен на теле в этот момент, он дает ему лекарство, говорит, как его принимать, но закидывает ему небольшую удочку для того, чтобы человек мог выйти на другой уровень. Он вкратце ему говорит, что причина того, что у тебя сейчас эта болезнь, это неправильный образ жизни. Давай сейчас лечи ее, потом приходи, я тебе расскажу, что такое правильный образ жизни. Человек приходит в следующий раз, то есть ему помогло лекарству, то есть он приходит, узнать уже, чтобы не болеть, надо теперь как-то до своей жизни наладить. Вот, он ему и объясняет правильный образ жизни, то есть принципы жизни в благости определенные. И потом в конце концов говорит, что неправильный образ жизни, в конце концов, у нас возникает из-за того, что мы забыли о своем высшем предназначении. Ну, сейчас ты как бы наладь сначала эту жизнь, потом приходи, я тебе расскажу более высшие принципы. Человек, да, что-то уравновешивает, избегает каких-то неправильных продуктов, то есть диету свою какую-то соблюдает, не знаю, уделяет физическому здоровью, ну, что-то, в общем, пытается жить по принципу благости, приходит уже в третий раз, и тогда он ему говорит, причина вообще из-за того, что Доша выходит из равновесия, это то, что человек забыл, что он является слугой Господа. Надо стать слугой Господа. Вот так Аюрведа на самом деле работает, ее принцип такой, привести человека, в конце концов, к решению всех проблем. Вот. Точно так же, такой же принцип у астрологии, то есть человек приходит с какой-то проблемой к астрологу, то есть астролог его, ну, дает ему совет и в конце концов объясняет, как за всеми звездами стоит Верховный Господь, и то, что мы, что все звезды учат нас быть преданным Господу, в конечном счете. То есть так. Вот. То есть ведическая культура, она была направлена на это, чтобы приводить человека к решению всех проблем, то есть как стать Господом, как стать преданным Господу, да, то есть... но люди, по сути дела, они из-за иллюзии, то есть идут в другом направлении, поэтому, собственно, их страдания увеличиваются все больше и больше. Вот. Поэтому, отвечая вот на твой вопрос, как быть с этими людьми, то есть они не понимают, что для них хорошо, что плохо, важно, чтобы преданные могли давать им знания практичным образом, то есть каким образом они могут решить свои проблемы. Тогда они, естественным образом, будут тянуться к преданным, потому что будут видеть в этом практичность. Вот. И, соответственно, преданные тоже могут вот на разных уровнях это давать. Вначале просто научить людей, там, не знаю, как не болеть, да, то есть как вести какой-то здоровый образ жизни, то есть... Но в конце концов за этим стоит что-то большее, да, то есть и так преданный может либо постепенно вести, либо прямо кому-то он может рассказать, если человек готов слушать. Вот. То есть таким образом можно вести много людей к Богу. Собственно, вся визитская культура, она была вот на этом построена. То есть люди находились на разных уровнях и все имели возможность постепенно прогрессировать. К сожалению, люди не могут понять, как то, что они станут преданными Бога, поможет им решить проблему с их там, с их мамой, с папой. Вот поэтому нужно объяснять, как это все, как это на конечном счете взаимозависимо от этого. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что вы проводили онлайн-обучение детей, как избавиться, как бы от зависимости, да, вот как бы... А сейчас... Как хочется отличать хорошего от плохого. И сейчас проводится это вот обучение и... Она несколько лет шла эта программа, сейчас я не знаю, проводят они лет. Возможно, что... Не просто было им набирать детей тоже почему-то. А записи где-то вот есть, что посмотреть можно в Ютубе или где-то? Ну, у них, наверное, есть, но я не думаю, что они будут так вот их прям распространять. Но идея вот такая была. То есть они прям брали в мультипликационной форме. То есть мы как мудрецы там буквально 50-минутные делали им... Такие для детей рассказывали. То есть мы выступали в роли мудрецов. Я, Вражен Дракумар Прабу, потом кто-то еще там, сейчас не помню. Вот какие-то... Никеанад Чаран Прабу тоже участвовал в этом. Вот. И разные вот темы мы освещали. Гуны природы. Потом... Ну, вот это баксонтричное видение мира. То есть мы все это вот как бы они получали. Вот. И именно... И потом мы им разжевывали. Мы делали этот видеозапись в мультипликационной форме. То есть нарезали на какие-то кусочки даже, чтобы дети могли воспринять и тут же прорабатывать это все. То есть это целая работа такая. Целая команда там работала преданных. Вот. И это хорошо работало. То есть дети... Там два уровня было. Первый уровень. Они вот побеждали благодаря тому, что они объединились в команду. Начали сотрудничать. И вместе они смогли, поддерживая друг друга, они смогли победить Чародей. Чародей отступил. Но Чародей потом понял. Следующий. Заколдованная планета номер два. Чародей понял, что сила, почему дети победили. Чародей, это была команда. Поэтому он решил тоже позвать команду. И он, соответственно, собрал разных членов команды. Они представляли разные плохие качества. И с ними начали вместе они пытаться сражаться с детьми, с этой командой детей. Но дети все равно победили. И напоили Чародея Чаринамритой. И так тоже... В нем тоже есть что-то хорошее. Он же тоже душа. Просто запутался. Напоили его Чародея Чаринамритой. И так окончательно решили проблему с Чародеем. Это я так кратко написал. А так они где-то месяца три у них. Первая часть идет, месяца три. Вторая часть. То есть достаточно такая длинная игра. И дети очень увлеченно в этом участвовали. И применяли в своей жизни. Красиво все уложили, но теперь надо ловить. Продолжение следует...